В парке Воронежские озера тренеры-общественники проводят спортивные занятия. Одна из самых популярных тренировок для людей серебряного возраста – скандинавская ходьба. Занятия проходят на территории, которая трижды становилась победителем всероссийского голосования по выбору общественных пространств для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». В Самаре состоялся очный этап городского конкурса «Я волонтер». Ученики начальной, средней и старшей школы защитили проекты перед судейским составом. В конкурсе несколько категорий – экология, патриотизм, инклюзивное волонтерство, милосердие, волонтерская журналистика, здоровый образ жизни. В каждой номинации выберут трех победителей. Самарские спортсмены завоевали семь медалей на первенстве Приволжского федерального округа под дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. В этом году в соревнованиях участвовали 199 спортсменов из 13 регионов ПФО. Самарскую область представили 28 дзюдоистов. Инвестиции в развитие и повышение надежности электросетевого комплекса Самарской области увеличат на 13 миллиардов рублей в ближайшие пять лет. Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором одной из крупнейших сетевых компаний по Волжье и обсудил важнейшие для региона проекты. Пригородные электропоезда в праздничные дни марта будут ходить по измененному расписанию. 7 марта по пятничному расписанию, 8 и 9 марта по субботнему. 10 марта для поездов будет актуально расписание воскресенья, а 11 марта – понедельника. Дополнительные поезда из Самары в Сызрань отправятся 8 и 10 марта в 7.25, а 9 марта этой электрички не будет. Условия для снижения ключевой ставки Центробанка в России могут возникнуть во втором полугодии этого года. Сейчас ставка на уровне 16% годовых. Согласно распространенному заявлению, регулятор будет ужесточать денежно-кредитную политику. Это вызовет дальнейший рост ставок по кредитам. Жителям России предложили побывать на трех точках предстоящей арктической экспедиции выдающегося путешественника Федора Конюхова. В рамках экспедиции организуют три круиза на атомном ледоколе «50 лет победы», в которых могут принять участие все желающие. Билеты на первый круиз уже проданы, но на второй и третий еще можно попасть. Цена такого тура – более 2,5 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова